Клинические ситуации 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 Анти-ИГФР-терапию при диком статусе RAS. Если же у нас пациент с диким статусом RAS и в первой линии он получает цитоксимаб, то мы можем назначить во второй линии анти-ИГФР-терапию, а если у нас пациент в первой линии получал биоцизумаб, то назначить ему анти-ИГФР-терапию во второй линии мы ухудшим прогноз нашему пациенту. Поэтому, конечно, лучше дождаться мутационного статуса и только потом назначить ему терапию. Таким образом, у нас существует достаточно большое количество обоснований для назначения анти-ИГФР-терапии перед анти-ИГФР-терапией. Мы знаем, что у 30-40% больных с прогрессированием на анти-ИГФР-терапии выявляется мутация RAS и тем самым возникает резистентность. Поэтому, чем больше интервал у нас от анти-ИГФР-терапии, тем более эффективна будет наша вторая линия терапии. Таким образом, при назначении анти-ИГФ в первой линии, во второй линии, мы можем продолжать анти-ИГФ-терапию, либо назначить химиотерапию, то есть сделать интервал для назначения анти-ИГФР-терапии при диком статусе RAS. А если у нас была анти-ИГФР-терапия в первой линии, во второй мы можем спокойно назначить анти-ИГФ-терапию. Второй клинический случай – это мужчина с 62-х лет, также с сохранным функциональным статусом, без значимых сопутствующих заболеваний. Диагноз у него звучит как рак сегмовидной кишки Т4Н1М1, при этом пациент потенциально резиктабельный. Мы знаем, у него мутационный статус, у него дикий статус RAS, BRAF, и MSI стабильный. Что бы вы назначили пациенту? Монохимиотерапия с каким-то таргетным агентом, химиотерапия в качестве дуплета, химиотерапия в качестве триплета, триплет с одним из таргетных препаратов, либо иммунотерапию. Голосование запущено, ожидаем результатов. Уважаемые коллеги, голосуйте. Дикий статус мутации RAS, BRAF, MSI стабильный, потенциально резиктабельный пациент. Голосование продолжается. Коллеги, голосуем. Результаты получены. Мы видим, что большинство за триплет с назначением анти-ИГФР терапии. И действительно, мы знаем, что назначение триплетов даже без таргетной терапии, оно действительно увеличивает возможность получения объективных ответов. В некоторых исследованиях увеличивает частоту патоморфологических ответов. А также мы знаем, что добавление анти-ИГФР терапии также обладает большей эффективностью со стороны объективных ответов по сравнению с анти-ИГФР терапией. И вот если посмотреть исследования при сравнении Фолфокса, Фолфирия и Фолфиринокса, сравнение дуплетов и триплетов, проведенных в разных странах, действительно, мы видим увеличение частоты объективных ответов, мы видим увеличение частоты Р0 резекций. И действительно, эффект тройной химиотерапии не зависит от возраста или локализации. При этом хуже была эффективность у пациентов, которым ранее проводилась одеванная терапия. Но в принципе, мы можем считать, что это предлеченные пациенты, у них уже были факторы негативного прогноза, раз им проводилась ранее одевантная терапия. Для пациентов с наличием БРАФ-мутации триплеты могут быть использованы также с целью повышения частоты объективных ответов. Для пациентов с правосторонней локализацией. Но мы понимаем, что назначение тройной комбинации приводит к увеличению токсичности. Поэтому при назначении вместе с анти-ИГФР терапией может быть, стоит подумать о редукции доз препаратов. Еще один случай. Это, по сути, такой же мужчина, 62 лет, без значимых сопутствующих заболеваний. Рак сигмовидной кишки, также Т4Н1М1, потенциально резиктабельный. Дикий статус мутации РАС-БРАФ, но при этом наличие микросателлитной нестабильности. Что вы назначите пациенту? Монохимиотерапия с каким-то таргетным препаратом, дуплет, триплет. А тут отсутствует еще один ответ. Самый главный. Мы, наверное, пропустим тогда голосование, потому что он куда-то соскочил. Там был еще ответ иммунотерапия. На самом деле, в рекомендациях этого года у нас появилась в качестве первой линии для пациентов с MSI-HI возможность использования иммунотерапии. Здесь пациент у нас условно резиктабельный, но мы понимаем, что для увеличения частоты ответа и возможности его как раз хирургического лечения достаточно с высокой долей вероятности у него будет ответ на иммунотерапию. Из особенностей хотелось бы ответить, что, конечно, MSI-HI мы чаще встречаем для правосторонних локализаций. Это может быть комбинация с мутацией БРАФ, но предпочтение тогда отдается комбинированной иммунотерапией неволумап и пелемумап. У пациентов с мутацией RAS пембролизумап в монорежиме показал хуже результаты, чем комбинация неволумап и пелемумап. И мы знаем, что есть часть пациентов, которые прогрессируют в ранние сроки на фоне иммунотерапии. Для таких пациентов можно рассмотреть использование химии иммунотерапии. Еще один клинический случай. Это мужчина 62-х лет, беззначимых сопутствующих заболеваний, рак сигмовидной кишки, Т4Н1М1, множественные очаги в печени, в легких забрущенных лимфоузлах, то есть он неоперабельный. Разбрав статус дикий тип, МСА стабильный, ему проведено 8 циклов химиотерапии ФОКС-БЕЛО-ЦИЗУМАГУМ, достигнута стабилизация процесса. Какая ваша дальнейшая тактика? Назначение монохимиотерапии, назначение моно-ИДЖФР-терапии, это Деграмон с антивИДЖФ-терапией, это моно-антиВИДЖФ-терапия, Деграмон с антивИДЖФ-терапией, или вообще оставить пациента под наблюдение? Активно голосуем, пожалуйста. Голосование запущено. Уважаемые коллеги, напоминаю, что видеозапись мероприятия будет выложена уже в этот понедельник в течение всего дня. Вы можете пройти по той же ссылке, по которой сейчас заходите для просмотра докладов. А также примерно через месяц все записи докладов будут размещены на официальном сайте нашего учреждения в Ютубе. Несмотря на то, что мы видим, что это дикий тип, но тем не менее... Результаты голосования получены? Восемь циклов химиотерапии. Деграмон с антивИДЖФ-терапией. Да, я соглашусь, потому что пациенту проводили антивИДЖФ-терапию. Я, пожалуй, не буду на этом останавливаться, так как смотрю, что время у нас уже бежит. Что касается количества циклов, то мы знаем, что это 12-24 недели. В дальнейшем проведение терапии акселеплатином не прибавляет нам ничего для наших пациентов, поэтому мы можем остановиться на деграмонте либо капицитабине. И с учетом того, что пациент начинал терапию антивИДЖФ, то, соответственно, антивИДЖФ-терапию мы и продолжаем. Интересно, есть данные о том, что полный перерыв в лечении не ухудшает продолжительность жизни наших пациентов. Данные о том, что поддерживающая терапия влияет на выживаемость без прогрессирования, но убедительных данных в отношении общей выживаемости нет. Поэтому после антивИДЖФ-терапии не стоит переключаться на антивИДЖФ-терапию. И если у нас у пациентов в процессе лечения выявлена мутация BRAF или выявлена гиперэкспрессия HER2, то также не стоит переключаться на антивИДЖФ-терапию. Таким образом, у пациентов поддерживающая терапия может рассматриваться через 12-24 недели. Это назначение либо моно-вторпирамидины, либо вторпирамидины вместе с таргетной терапией. И вот вариант для нашего пациента это дограмон с биоцизумабом, либо капицитабин с биоцизумабом. При этом меньше выигрыш для пациентов, у которых достигнута только стабилизация заболевания, выше у тех, у которых достигнуты объективные эффекты. И преимущество по большей части в отношении выживаемости без прогрессирования. Еще один клинический случай. Это мужчина 62-х лет. По сути, рак сигмовидной кишки Т4Н1 и М1 также неоперабельный. Здесь есть ки-раз мутация, дикий статус брафа, МСА стабильный, 8 циклов фолфокс с биоцизумабом, стабилизация, 6 месяцев поддерживающая терапия капицитабин, биоцизумаб, прогрессирование. Что вы назначите? Фолфири с таргетным препаратом, просто терапия фолфири, фолфокс с каким-то из таргетных препаратов. Голосование запущено. Коллеги, голосуем. Активно принимайте участие в голосовании. Происходит оно на странице эфира. Буквально несколько секунд, и будут получены результаты голосования. Я постаралась их сделать максимально одинаковыми, с небольшими нюансами, на которых именно и хотела сакцентировать ваше внимание. Коллеги, напоминаю, что наше мероприятие аккредитовано в системе НМО. Результаты голосования выводятся на экран. Более того, они все рак сигмовидные кишки. Это 4Н1М1. Да, действительно, у пациента с наличием керосмутации, которым проводилась антивиджеф терапия, мы продолжаем антивиджеф терапию, а с фолфоксом мы переходим на фолфирий. Буквально один момент, продолжать ли фолфирий или монотерапию ринотыканом. У нас есть данные о том, что монотерапия ринотыканом не хуже, чем химиотерапия фолфирий. По поводу того, насколько нужно стремиться к резектабельности во второй линии, действительно, если пациента возможно прооперировать даже на фоне второй линии, к этому надо стремиться, поэтому также нужно думать о той последовательности, которую мы назначаем. Но вот это, опять же, тот же пациент, которому назначили уже фолфири, афлиберцепт, 6 циклов и прогрессирование. В качестве третьей линии терапии вы ему назначите монохимиотерапию, эреграфинип, ТАС-102, которого, к сожалению, пока у нас еще нет, какую-то монотаргетную терапию или вернетесь к каким-то вариантам предыдущей химиотерапии. Голосуем, уважаемые коллеги. Будем считать, что у нас есть все. Это тоже мужчина 62-х лет. Уважаемые коллеги, голосуйте активнее. Большинство за эреграфинип. На самом деле, пока я готовилась, наверное, я бы тоже так выбрала до того, как готовилась к этому докладу. Но вот мы знаем, что у нас есть опция реиндукции химиотерапии, которая у нас была с достаточно высокой вероятностью ответа. Но, к сожалению, мало рандомизированных исследований по этому поводу. Мы можем возвращаться к повторному использованию анти-ИГФР-терапии. Не буду на этом останавливаться. Но вот эти данные о том, что у пациентов при достижении объективного эффекта или длительной стабилизации на первой и второй линии все-таки предпочтение отдается возврату к химиотерапии, а не к назначению эреграфинип или ТА-102. Этот вариант тоже имеет право на существование, но, как мы видим, результаты несколько хуже. Что же выбрать эреграфинип или ТА-102? Мы видим, что, в принципе, препараты схожи между собой. Поэтому в третьей линии в принципе мы можем вернуться к химиотерапии. Старые режимы у нас малоэффективны. Можем выбрать эреграфинип, ТА-102. Есть особые мутации, особые ситуации это MSI-Хай, БРАФ или ХЕР-2 терапия. Поэтому правильная последовательная терапия, сформированная с первой линии, дает лучшие результаты для наших пациентов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok